здравствуйте дорогие друзья с вами я александр давыдов и сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о том ну вообще такая простая вещь но как оказалось не всегда сразу понятно о том как смешать краски а точнее как высветлить или затемнить главным образом затемнить краску на палитре чтобы получить нужный оттенок преподавая в своей студии видео уроки очень часто говорю чтобы получить такой цвет добавьте тот и тот но это хорошо когда вы делаете какую-то работу вместе со мной или вместе с другим педагогом а когда вы начинаете писать самостоятельно очень часто встает вопрос но как же мне затемнить цвет но бывает такое ну вот находит какое-то затмение да ну или просто надо один раз это хорошо уяснить я сегодня буду для объяснения этой темы пользоваться замечательной штукой которая называется цветовой круг и тона мне кажется что он лучше всего показывает и рассказывает как соединяются цвета что такое противоположные комплементарные или дополнительные цвета и что такое основные цвета напомню что в наших красках есть три основных цвета желтый красный и синий это цвета который мы не можем получить смешением любых других крас . это основа но смешивает эти цвета красный желтый и синий мы можем получить великое множество самых разнообразных оттенков если мы смешаем красный желтый мы получим оранжевый если мы смешаем красный и синий мы получим фиолетовый цвет если мы смешаем синий и желтый мы получим зеленый а если мы перемешаем красный желтый и синий то есть три основных цвета мы получим коричневый это надо запомнить перейдем к главному как затемнить краску мы знаем только что я об этом сказал да что смешение трех основных цветов красного желтого и синего дает коричневый цвет это получается самый темный цвет на нашей палитре значит логично чтобы затемнить какой-то оттенок нам надо ну какой-то из цветов нам надо в него добавить самый темный цвет коричневый но возьмем на примере ну скажем желтого желтый цвет основной да вот нам надо вы немножко изменить нам надо его чуть-чуть затемнить например что мы можем сделать мы можем отложить на палитре стороночку немножко желтого и в него добавить коричневый цвет я буду говорить иногда коричневый иногда умбра но просто я в качестве коричневого цвета пользуюсь умброй коричневый это составная часть желтого красного и синего значит добавляя в желтый капельку коричневого да мы добавляем в него и желтый и как бы уже готовую смесь красного и синего то есть фиолетовый цвет если мы вспомним цветовой круг фиолетовый он противоположен желтому фиолетовый гасит насыщенность яркость желтого цвета значит на добавляя коричневый мы добавляем желтый и капельку желтенького и уже готовый коричневого фиолетовый оттенок ну просто одной краской да вот коричневый и у нас желтый постепенно затемняется чтобы затемнить красный тот же самый фокус можно данных в красный можем добавить коричневый таким образом получается что мы добавляем чуть-чуть красноты да и чуть-чуть вот готовы уже смесь зеленого цвета который в коричневом содержится коричневый Это красный, желтый и синий. Мы добавляем красный. У нас остаются желтый и синий. Они дают зеленый оттенок. Красный, зеленый, коричневый. Вот мы его добавили готовым коричневым цветом. Затемняя красный, мы добавляем одновременно и красный, и смесь желтого и синего, и зеленый цвет. Просто одной готовой краской. Круто, правда? Сейчас я покажу, как это выглядит на практике, чтобы было попонятнее. Вот моя простая раскладка цветового круга. Самое-самое элементарное. Основные цвета красный, желтый и синий. И их смеси. Я говорил про желтый цвет. Я беру немножечко желтого цвета, чистый, прям из тюбика. И чтобы его затемнить, что я в него добавляю, да, вот более темный оттенок, да, смесь всех красок, я добавляю в него чуть-чуть коричневенького. Совсем немножко. Добавляю до такой степени, чтобы желтый остался желтым, но заметно потемнел. Уже сейчас видно разницу между чистым желтым, да, и желтым немножечко темненьким. С красным цветом. Берем немножко красного. У меня сейчас кадми красный. В принципе, это работает с любой краской. И чтобы затемнить красный, я в него также могу добавить чуть-чуть коричневого, то есть смесь красного, синего и желтого. По цветовому кругу у нас получается противоположный для красного и зеленый. Я могу сразу зеленый добавить, а могу вот это вот коричневый краской. Вот я беру коричневой краской, чуть-чуть затемняю красный цвет, да. Я как бы вношу вот этот коричневый в красный. Я вношу красный, синий, желтый одновременно. То есть чуть-чуть увеличиваю путем добавления коричневого процент красноты в этом красном, чтобы он не слишком потемнел. И вношу одновременно два вот этих цвета смешанных. Противоположный цвет, зеленый. И у нас красный заметно темнеет. Такой фокус можно провернуть со всеми цветами. Если вы хотите затемнить оранжевый, да, вы можете добавить в оранжевый коричневый. Это смесь красного, желтого и синего. Да, вы как бы добавляете еще немножечко оранжевости. И добавляете противоположный цвет, синий. Они все содержатся здесь. Это такой быстрый способ, чтобы затемнить краску. Вот прям не думая. Там вы берете тот цвет, который вам нужен. Вообще любой, хоть фиолетовый, хоть зеленый. Добавляете в него коричневый. Как бы добавляя кусочек этого же цвета, да, первоначального, который хотите затемнить. Плюс сразу одновременно уже он у вас смешанный с дополнительным цветом. И вы просто вносите немножечко темноты. Но нам не всегда нужен вот такой вот локальный темный цвет, да, вот такое быстрое затемнение. Нам иногда нужно, чтобы краска была чуть краснее, чуть желтее, рыжее, чтобы вот это затемнение шло более последовательно. В таком случае мы можем добавлять коричневую краску по частям. То есть добавлять ее составляющие в наш основной цвет. В тот цвет, который мы хотим немножко затемнить. Смотрим, как это сделать. Ну, раз я с желтого начал, давайте вот опять, например, желтого. Попробуем желтый затемнить немножко более последовательно. Я беру чистый желтый цвет. Ну, я уже посмотрел, что получается, если добавить в него сразу умбру. Теперь я хочу затемнить его немножечко медленнее. После желтого в темноту, в теплую темноту, уходит оранжевый цвет, да, вот желтый, как бы становясь темнее, становится немножко оранжевым. Значит, я могу в желтенький чуть-чуть добавить в основного другого цвета, красного. Да, немножко совсем. Опять же, добавляю до такой степени, чтобы желтый остался желтым, но чуть изменил свой оттенок, чуть изменил свою насыщенность. У меня получается более темный цвет, желтый, да, но не такой грязновато-преглушенный желтый, а более яркий, более теплый, больше отдающий в красноту. Я могу красный добавлять столько, сколько мне нужно. Вот пока желтый все еще остается желтым, да, все больше и больше делается темным. Я еще красный добавлю. Еще могу добавить. Если я вижу, что желтый уже теряет свою желтизну, а мне он нужен все-таки желтым, да, вот более чистым, я могу, во-первых, добавить туда еще немножечко основной красный первоначальный и пригасить вот эту ненужную оранжевость дополнительным цветом, синим. Беру чуть-чуть синего и добавляю вот в этот оттенок. Получается такая же хорошая темнота, как и в первом случае, но она у меня получается более последовательная. Я больше контролирую краску. Я могу добавлять больше красного, больше желтого, изменяя этот оттенок. В принципе, ну и тот, и тот способ хорош. Нам можно сразу добавить умбру, можно добавить составные какие-то части этой краски, а можно еще один вариант, возьмем опять желтый, взять желтенький, вот мы пишем какой-нибудь подсолнух, например. Берем желтую краску, очень быстро нам надо найти какой-то темный оттенок. Мы добавляем умбру, желтый у нас значительно темнеет, как вот в первом случае. И этот темный желтый мы также можем менять по оттенку, да, то есть добавлять составные части вот этой вот коричневой краски. Красный, синий, да, вот мы сюда можем добавить теперь немножечко красноты, получить другой оттенок темного желтого. Мы можем добавить чуть-чуть на кончике кисти синий или зеленой краски, да, получить другой оттенок темного желтого. Мы можем добавить больше красного в этот темный замес, получить красноватый оттенок темного желтого. Мы можем добавить еще немножечко желтого, чтобы, ну, возобновить, как бы, желтизну краски. Да, вот они у нас получаются разные. Они у нас получаются более богатые по оттенку. Тот же самый фокус можно сделать и составной краской, да, вот с... Вот это первичные цвета, а вот это двоичные цвета, да, вот сложные уже. Вот можно взять тот же фокус, провернуть, например, с оранжевым цветом. Возьму оранжевую краску. И мне ее надо затемнить. Я ее могу затемнить также омброй, то есть, как бы, добавив в нее немножко красноты, немножко желтизны, плюс сразу смешанный с синим. Да, вот у меня оранжевый начинает темнить. Я могу взять оранжевый цвет и затемнить его путем добавления в него большей красноты. Вот, чтобы он стал понасыщеннее. Я могу его затемнить путем добавления в него противоположного цвета, синего. Противоположный цвет, он всегда гасит насыщенность краски. То есть, он меняет ее светлоту. Он набирает светлоту, яркость этой краски, он делает ее темной. Вот потихонечку на кончике кисти добавляю дополнительный цвет. В принципе, получается просто та же самая омбра, только разложенная на составные части. Ну, вот я начинаю затемнять краску. Эффект очень близкий, но, да, вот к тому моменту, когда я добавлял просто чистую омбру. Но этот эффект достигается более последовательно. Ну, как бы больше по кусочкам добавляем свет, да, больше постепенно меняем краску, потому что она нам нужна иногда разная. То есть, что у нас получается? Для быстрого затемнения краски мы просто берем смесь всех основных цветов, коричневую краску, и потихонечку добавляем ее в тот цвет, который мы хотим затемнить. Удобный способ. Не надо думать, не надо напрягаться. Очень можно быстро получить желаемый результат. Мы можем добавить сразу и коричневый цвет, и затемнить краску, и постепенно этот оттенок менять в пользу большей насыщенности первоначального цвета, добавив его еще раз, мы можем в смесь нужной нам краски, которую коричневой, добавить составные части этой коричневой краски, да, вот там красный, или синий, или желтый, противоположные цвета. Мы можем добавить только противоположный цвет для первоначальной краски, если мы затемняли умброй, ну, коричневым цветом затемняли красную, да, мы можем уже в смесь красного и коричневого добавить чуть-чуть совсем зелененького, да, еще пригасить красноту этой краски, еще сделать ее темнее. Мы можем в смесь красный и коричневый добавить чуть-чуть синего, и сделать эту темную краску холоднее, ну, и продолжать так дальше. А можем взять, ну, опять же, да, вот красную краску и постепенно, без добавления коричневого цвета, постепенно добавлять в нее противоположный цвет, зеленый, добавлять в нее синий цвет, да, более, ну, более богатыми оттенками, большим количеством, как бы, ступенечек затемнения краски, да, менять ее оттенок. Слушайте, по-моему, это круто. По-моему, это прям, ну, здорово. Как затемнить краску, я думаю, понятно. Или коричневым, да, или противоположным цветом, или путем добавления разного количества дополнительных оттенков. Как краску высветлить? Ведь, ну, нам нужно не только чистый цвет чаще всего, да, и его темные составляющие, нам нужна еще в наших работах и светлота. Если вы затемняете какой-то вторичный цвет, вторичный цвет, это цвет, смешанный из двух первоначальных красок, из двух основных красок, ну, или из трех, да, там, оранжевый, фиолетовый и зеленый, я не рекомендую пользоваться сразу прям белилами, сразу выбеливать оттенок. Лучше в эту краску добавить более светлый цвет, из которого она состоит. Ну, например, если мы хотим высветлить оранжевый, он состоит из красного и из желтого. Желтый светлее. Значит, чтобы высветлить оранжевый, мы в него добавляем немножко больше желтого цвета. Если мы хотим высветлить зеленый, мы в него, а зеленый это синий и желтый, да, мы в него добавляем чуть больше желтого цвета. У нас получается более сочный, более яркий зеленый цвет. То же самое, кстати, и с коричневым. Если мы хотим высветлить коричневый, да, мы можем в него добавить немножечко желтого, побольше желтого, или немножко оранжевого, ну, чтобы коричневый высветлился чуть плавнее. Сейчас покажу. Наши краски, да, вот я беру оранжевый цвет. Я хочу сделать его посветлее. Он состоит из красного и из желтого. Чтобы мне сделать посветлее оранжевый, я добавлю в него чуть-чуть больше светлой краски, из которой он состоит. Чуть больше желтого. Цвет сразу меняется. Этот новый оттенок намного-намного светлее, чем, ну, средний оранжевый. Правда же? Если я возьму зеленый и добавлю в него, вот я сразу добавляю чуть-чуть желтого. зеленый, это синий и желтый. Вот я добавляю в зеленый цвет больше желтого, он также больше у меня светлеет. Если я хочу высветить коричневый цвет, вот средний коричневый с палитрой, я в него могу, сейчас я даже два занеса стилю, один коричневый, другой, я в него могу добавить чуть больше желтого и получить более светлый коричневый оттенок, а могу добавить немножечко оранжевого. Получится другой оттенок, но также намного светлее, будет коричневый, чем первоначальная краска. Добавление желтого, как более светлого цвета в нашей палитре, работает с теплыми цветами, то есть с теми цветами, в которых желтый находится, но и с которыми он дружит. Это красный, оранжевый, коричневый и зеленый. Чтобы затемнить, ой, затемнить, чтобы высветлить холодным оттенком, синий, фиолетовый, мы не можем добавить желтый, потому что если мы добавим синий, желтый цвет, мы получим зеленый. Вот для холодных оттенков, для водяных оттенков, для небесных оттенков, у нас есть другая краска. Белые. Холодные оттенки мы можем высветлить, только добавляя в них холодную, светлую краску. Белила считаются самой холодной краской в палитре. Вот добавляя белила, синий или фиолетовый, я постепенно получаю голубой оттенок или сиреневый оттенок. Ну, нежно-фиолетовый, можно его назвать. Правда, камера все равно смотрится более синеньким. Кстати, такой вот еще вопрос. Нет, но можно умбру или коричневый цвет тоже высветлить высветлить белой краской. Получится светло-коричневый, но это будет немножко другой оттенок. Чуть-чуть такой сероватый. Дело в том, что белила обладают такой странной особенностью. Они немножечко замутняют цвет. Если взять их много, они дают цвету и светлоту, и мутность. То есть, такую небольшую сероватость. Начал я о чем-то говорить. А! Как затемнить синий и коричневый? Да, вот если у нас коричневый, это уже смесь всех цветов. Очень просто. Что у нас есть такое же темное, как коричневое? Синие цвет. Мы можем затемнить наш составной коричневый путем добавления в него. более темной краски, из которой он состоит. Он состоит из красного, желтого и синего. Самое темное здесь что? Синий. Но коричневый можем добавить немножечко синего. И довести коричневый почти до черноты. Мы можем попробовать затемнить коричневый, добавляя в нем красный. А получить тоже темный шоколадный коричневый цвет. Тоже довольно темный. Синий мы можем затемнить. Добавляем в него капельку коричневой краски. Или синий мы можем затемнить. Добавляем в него капельку чуть-чуть совсем красный красный. Не доводя его до фиолетового оттенка. Просто делая более темным. И тот и тот цвет темнее чем первоначальный. Но они уже сложнее. Один немножко в зеленцу получится. А другой немножечко в красноту. вот там есть небольшая краснота. Вот здесь чуть-чуть красноватости. Получается что имея всего три краски ну четыре краски на палитре красную синий желтую и белила вы можете написать в принципе любую картину. Это уж прям вот совсем такой вариант ну когда красок совсем нету да вот есть только вот эти четыре цвета. Если вы смотрели мое видео про минимальную палитру да вот лучше все-таки побольше побольше красок на палитре иметь то есть иметь и готовую зеленую и хорошо может быть готовую оранжевую на всякий случай и ну например две синие и в следующем видео я ну надеюсь у меня это получится я попробую показать разные оттенки смешения красок там разные красные с разной синий вот но сегодня я хотел поговорить именно о том как быстро затемнить высветлить краску как получить родственные похожие оттенки того цвета который мы затемняем или высветляем вот на такое нахождение красок на такой поиск оттенков вы можете на самом деле на палитре делая как-то ища делая вот эти замесы потратить очень большое количество времени и как говорит один мой американский коллега это неплохо это даже очень хорошо потому что вы делаете хорошую подготовительную работу вы находите нужные для вас оттенки то есть вы ну просто сравниваете да вот локальный цвет добавляете в него например умбру затемняете цвет смотрите на оригинал натюрморт на пейзаж на картинку да и понимаете что вот сейчас найденный новый оттенок он вам подходит есть локальный цвет чистый да есть немножко затемненный цвет есть первоначальный локальный цвет и чуть-чуть похолоднее вы подмешиваете там немножечко холодной краской есть этот же цвет но немножко потеплее посветлее вы подмешиваете чуть светлой краски и у вас на палитре набирается большое количество нужных вам оттенков одного и того же цвета и дальше вы просто ими пользуетесь вот этими готовыми замесами и пишите картину ну вы сравните да какой оттенок вам нужен вы его находите делаете себе нужную краску и дальше ею пишите это очень хороший вариант я предпочитаю искать эти оттенки уже в процессе работы очень часто на моих картинах на моих вебинарах когда я работаю я беру ну например пишу зеленое дерево да я беру средний зеленый оттенок закрываю кроно дерева и уже сравниваю этот оттенок с тем что есть у меня на примере на картинке или там в пейзаже да на натуре я добавляю в зеленый чуть красного чуть синего чуть желтого чуть коричневого чуть рыжего да я сравниваю то что получается у меня на палитре с тем что я вижу замешиваю нужный приблизительно мне оттенок пробую его на картине и вот таким образом работаю то есть есть два варианта да вот искать оттенки в процессе работа есть вариант сразу их намешать кому-то удобно так кому-то удобно так и тот и тот вариант хороший тот и тот вариант правильный каждый выбирает тот путь который ему удобнее который ему ближе но мне кажется что вот этот вот поиск краски добавлением умбры или добавлением противоположных оттенков добавлением родственных цветов ну цветов которые рядышком находятся ну это прям здорово это прям прям интересно я надеюсь что информация этого видео как я не пытался сделать его запутанным все-таки была для вас интересно и полезно я желаю вам красивых красок я желаю вам сочных интересных оттенков я желаю вам красивых замечательных картин огромное спасибо моим спонсорам которые поддерживают мой канал и большое спасибо всем кто своими донатами также поддерживает мой канал без вас этих видео не было бы ну а пока я прощаюсь с вами до новых до новых встреч и надеюсь увидеться с вами на моих следующих уроках до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...